Всем привет! С вами проект Индубай. И сегодня проект Индубай пригласил в гости к себе замечательная пара. Это Женя и Юля. Спасибо вам огромное. И мы сейчас находимся в Дубае. И Женя и Юля поделятся своим личным опытом, как они переезжали в Дубай, с какими трудностями они столкнулись. Ну, в общем, давайте спросим их несколько самых интересных вопросов. Здравствуйте! Всем зрителям проекта Индубай привет! Привет! Переехали мы сюда. Я переехал в мае. Юля и наша дочь Маша. Пяти лет переехали. Месяц назад? Месяц назад. Завтра будет ровно месяц. Переехали по работе. Я передвигаюсь внутри компании в наше представительство. В русско-шведско-ирландские компании. Ну, как я поняла, по работе вас пригласили в Дубай, да? А чем вообще вы занимались, где жили до Дубая? Мы из Санкт-Петербурга. Питер, привет! Да, всем. Хорошая возможность передать привет своим друзьям. Мы из Санкт-Петербурга. Компания занимается, скажем, морскими информационными технологиями. Разработка программного обеспечения, системной интеграции и так далее. Есть представительство практически во всех портах, крупных портах мира. И здесь одно из таких крупных представительств относительно Дубая. Я сюда переехал, потому что стало много проектов на Ближнем Востоке, в которых я был вовлечен. И я где-то год вел переговоры, по тому, как это сделать. И, собственно, вот, наконец это случилось. Процесс не быстрый. Здорово. Здорово. А вот какие у вас были первые впечатления от Дубая? Юль, может, вы расскажете? Да, мы приехали ровно месяц назад. Впечатления, в отличие от всех остальных, кто давал интервью проекту «Ин Дубай», когда они рассказывали, что они приехали в Дубай и ехали по улице, они видели там небоскребы. К сожалению, я не увидела. Мы живем очень близко от аэропорта, всего в 10 минутах. К счастью. Да, к счастью. И больше всего меня поразило то, что, когда мы вышли из здания аэропорта, мы увидели громадную очередь людей, ожидающих такси. Все было очень организовано, но количество людей поражало. Было около 300 человек. Да, стоять надо было. Стоять надо было очень долго. Минут 40. Ребенок уже устал, было 2 часа ночи. Поразило то, что нас пригласили первыми сесть в такси, потому что у нас ребенок был отдельно выделен коридор для семейных парков. Да, была организована очередь для людей с детьми. Это очень приятно. Ждать не пришлось, всего лишь там, ну, ждать пришлось всего лишь там 3 или, может быть, 4 минуты. С точки зрения организации, всяких таких вещей, мне кажется, Дубай – это очень хорошее место. Да. Отношение к женщинам и детям здесь, конечно, особое. Есть отдельные даже дни выделенные для посещения женщинам и детей. И парков, развлечений, даже пляжи отдельно. Поэтому, да, это поразило, приятно, удивило, потому что у нас в России такого нет нигде. Обычно все стоят в общей очереди. Максимум, что тебе уступит место. Человека ориентированного сообщества. Ну, вот те были ожидания Дубая, которые были до того, как вы приехали, которые они сейчас, то есть они были одинаковые или была какая-то разница между ожиданиями и реальностью, когда вы приехали на Дубай? Да, меня очень сильно поразило, что когда я приехала, и мы пошли в первый же день, там, посмотрели, что Женя показывал нам окрестности, я не встретила ни одного араба. Здесь больше всего это, конечно, выходцев из Индии, из Бангладеша, из Шри-Ланки, из Филиппинцев. И когда в России, особенно в крупных городах, говорят, что вот очень много приезжих, поверьте мне, в Дубай приезжие это 99%. Это очень сильно отличалось. Да, конечно, я потом стала встречать арабов из знаменитой белой одежды, женщин, но и гораздо меньше, чем индусов, например. Вообще, я здесь был год назад первый раз, и попал даже в более такой индийский район Крама на несколько дней. И у меня не было никаких, в общем, по поводу Дубая таких иллюзий, что это, там, небоскребы и феррари. Вот. Сейчас мы живем в несколько более, я бы сказал, цивилизованном месте. Конечно, все-таки вот эти вот Шейхзайд-Стрит с небоскребами, да, огромные, прекрасные, красивые молы, это все поражает. Это удивительно, конечно. Парки, вот, все это красиво. С другой стороны, я не ожидал, что здесь такое количество бюрократии по поводу визы, допустим, да. Но удивительным образом все решается. В результате надо просто потратить. Бюрократия в каком плане привык? Ну, например, для того, чтобы организовать визу жене и ребенку, нужно собрать очень много бумаг, значит, утвердить их там и здесь, и вот только сам в себя тайпинг-агентство, да, где принимают бумаги, да, и принимают госпошлины. Нужно сходить четыре раза. Вы имеете в виду Хасбенд-виза, да? Вот виза жены, получается. Хауз-виза, да. Вот. Но при наличии денег, времени, если все делать правильно, то это все, в общем, можно сделать. Процесс непростой, я могу сказать. Мне хорошо помогали на работе и объясняли, что в каком порядке делать, и как это все оформлять и так далее. Но я не думаю, что если бы я приехал один сюда, я бы такого не сделал, наверное. Это здорово, конечно. Есть свои минусы, есть свои плюсы. Ну, вы первая, наверное, пара в нашем проекте, который переехал именно с ребенком. Вот. Как вы проводите свободное время? У многих наших подписчиков часто возникают такие вопросы. Можете поделиться своим опытом и рассказать? Мы... Кстати, и ребенок. Маша. Привет, Маша. С ребенком дело такое, сейчас лето, на улице проводить время практически невозможно. Ну вот, если мы пытались, в общем, гулять ближе к 12, все равно жарко. И ребенок проводит время либо здесь, в доме, либо вот есть детский центр в моле, да, в других молоках. Есть какие-то вот парки, можно туда сходить. Но очень жарко, пока еще, да. Ну, конечно, в декабре здесь будет замечательно, можно будет угулять и ездить. Естественно, да. Мы все ждем, когда наступит октябрь, можно будет уже на улице проводить больше времени. В принципе, ситуация похожа на то, что у нас зимой, только наоборот. Пляжи, естественно, детям нравится купаться. Пляжи, если будет в доме у вас бассейн, то там, конечно, можно проводить большинство времени. Все детские площадки находятся либо в доме, в самом непосредственном, либо уже на улице, но они крыты. И, если честно, сейчас и детей там никого не видела. Ну, еще не все, как бы, делают так, чтобы ребенок находился летом в Дубае. Очень многие после школы отправляют домой индусы, русские и так далее. Практически все дети уезжают на летний сезон, на свои исторические родины. Нам пришлось так сделать, чтобы попасть в школу, собственно. Потому что важное интервью. Нужна Лиза. Без этого ребенка не устроить. Видимо, поэтому в Дубае в этом времени так много детишек встретишь. Да, да, они все уехали, но они все обязательно вернутся, не переживайте. С 1 сентября, даже так интересно, у нас день знаний начинается с 1 сентября, все идут в школу, здесь все по-разному. Есть школа, работающая 12 сентября, начинает с 5, 16, то есть нет такого организованного дня знаний, когда с 1 сентября отправляются в школу. Вот все переезжающие, они всегда сталкиваются с какими-либо трудностями, с какими трудностями сталкивались, если вы их появляет уже? Ну, я как бы, для меня, вот их было более-менее, я как еще армелы, сделать визу, стоит этому просветить довольно большое время. Вот, а потом, я думаю, что вопрос с жильем, как бы... С обустройством жилья, с устройством ребенка в школу, с тем, что надо сразу выложить крупную сумму денег, то есть не так, как мы рассчитываем, там, помесячно снимать квартиру, там, значит, здесь сразу надо много денег, и к этому надо быть готовым. То есть возможность времени зарабатывать, и у вас не будет, надо приезжать уже с достаточным количеством денег. Просто школа платится практически, вот у нас, по крайней мере, больше половины платится до учебного года. Да. А потом небольшой платеж идет в декабре, вот, квартиры все снимаются, скажем, по... Либо, как минимум, четыре чека, а обычно это два чека или один, плюс еще один, такие проценты и депозит нужно... В общем, вначале при переезде денег нужно много, и обычно на работодатель, он дает адванс, то есть можно взять зарплату вперед, да, несколько зарплат, а потом, расписывая, как бы, платежами отдавать. Вот, это нормально попросить вот такое. Ну, и некоторые дают компании при переезде, там, одну или две зарплаты просто так, сразу, да, как релокейшн. В каждом случае нужно договариваться, собственно, отдельно. Да, договариваться и, ну, настаивать, потому что из тех требований, что написал Женя своему работодателю, только 20% были удовлетворены. Поэтому, чем больше вы пишете... Единственный случай, да, поторговаться, это перед этим, потом уже все, ты, как бы, взял на себе обязательства, вот, не надо жаловаться. Да, договоритесь на берегу, вот, это самое главное, что надо сказать. Вот, Женя, хочу вопрос задать. Ну, вот, работа, получается, пригласили вас в Тубай, и вы приехали уже, все время работать в ту компанию, в которой уже до этого работали, да? Да, у меня хороший момент, потому что я практически всех уже знал по работе. И вот, насколько я знаю, как мы с вами общаемся, что вы часто разъезжаете по странам, вот, Мидалист называют на английском языке, или страну Персидского залива. Хотела бы спросить вот... Персидский залив не надо называть. Арабский залив, да? Да, да. С этой части, как бы, если вы находитесь не в Иране, то называть Персидский залив нельзя вообще. Почему? Можете рассказать. Почему? Да. А, ну, так принято, называется Арабский залив. Даже футбольные игроки из Дубая, да, там, не перешли, сейчас был большой конфликт, не перешли в, как бы, в команду Персидского, в Ирана, только потому что из-за названия, потому что называется там страны, там, футбольная ассоциация стран Персидского залива. У Ирана с арабами дальнейшие, давние споры, в общем, и как религиозные, так и, в общем, национально-культурные, мне кажется. И даже во многих документах, когда по доставке оборудования, да, если он доставляет за страну с коренным населением арабским, да, то есть это Кувейд, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Эмираты, естественно, и, возможно, как бы Оман. Пишется иногда даже, что ни в коем случае не нужно называть страну, регион доставки Персидский залив. Должен быть либо залив, либо арабский залив. Иначе, как бы, могут быть проблемы. Понятно. А вот чем Дубай все-таки отличается от вот этих стран, от городов, может быть, других? Дубай сильно отличается, потому что, во-первых, здесь все гораздо лучше организовано. Например, в Саудовской Аравии можно встретить араба-таксиста. Это нормально. Да, в Дубай. Здесь никогда. Ну, что еще? Дубай – один из самых дорогих городов. Ну, Дубай, естественно, как бы, это единственная страна, где вот такие расслабленные отношения с алкоголем. За исключением Бахрейна. Ну, вот. А во всех остальных странах алкоголь запрещен вообще. Здесь, вот, если мы пойдем в ресторан, хороший такой, middle-ist, допустим, ресторан, то мы заплатим 400 дирхан. В Саудовской Аравии максимум 200. То же самое будет. Да, будет то же самое. То есть дешевле, получается, в Саудовской Аравии? Да. Шоппинг тоже самое. Вы тут видели, что в Дубае считается, что здесь вещи дешевые, аппаратуры дешевые? Смотря где. Правда, неправда? Смотря где. Смотря где, да. Ну, вот, про нас, расслабленные. Если пойти в Караму, да, там, где много маленьких магазинщиков, которые держат индийские товарищи, там, да, может быть, дешевле. Там техника, да, услуги все меньше стоит. Скажите, вот, что вы посоветуете тем, кто хочет переехать в Дубае? Я хочу посоветовать, очень сильно. Все продумать надо. Да, во-первых, все продумайте и, пожалуйста, соотнесите свои желания со своими возможностями, это очень важно. Опять же, бюджет должен быть продуман хорошо. Это не нужно каких-то, чтобы было иллюзий. Того, что деньги будут валиваться вам на голову, вы сейчас пойдете, там, и купите Феррари, там, или золотой Мерседес. Если вы не умеете обращаться с деньгами, то Дубай вас быстро этому научит. Здесь очень строгие отношения с кредитом. Я бы сказал, да, что здесь единственная страна, где неспособность заплатить, ведет за собой тюремное заключение. Или вообще, как бы, высылку из страны. Если вы устроили ребенка в школу, отдали три чека, и в какой-то момент один из ваших чеков не может быть обналичен, это уголовное преступление, которое повлечет за собой 9 месяцев тюрьмы. Не берите в долг, ну, старайтесь, конечно, не брать в долг, если это не ваш работодатель. Старайтесь быть с кредитами аккуратно, постоянно в газете Гальф, это совместная газета, появляется информация о том, как кто-то взял кредит, не смог заплатить, и банк самолично взял у него, там, и снял со счетов, там, сумму денег. Никто ходить к приставам, судиться с вами не будут, деньги заберут и все. Дубай единственная страна, где коллектор банковский, это полиция. Да. Да, так что с деньгами отношения должны быть очень аккуратны. Есть один сотрудник нашей компании, который уехал и оставил кредит здесь неоплаченный. Теперь он, как бы, в Дубае, персонном городе. Если он появится даже в транзите дубайского аэропорта, его могут схватить и посадить в тюрьму. Очень красиво. Ну, вот вы с ребенком переезжали. Вот очень много семейных пар у нас в проекте «Ин Дубай», которые тоже планируют переезжать с ребенком. И часто спрашивают вопрос, сколько денег с собой взять на первое время. Сколько вы можете посоветовать? По ребенку? Ну, вообще, вот в целом, вот семья, муж, жена, ребенок, поехали в Дубай. Допустим, никто их не приглашал. Миллион, миллион рублей для того, чтобы снять жилье сразу и оплатить школу. Ну, да. Ну, я не знаю, нет, вот, я, сколько ему потратить, я потратил... Ну, да. Ну, я думаю, что со всеми там, вот, Юля там сделала здоровье свое, там, долечила зубы, еще всякие вещи там. Полмиллиона, я думаю, так, рублей. То есть, если полмиллиона нет, то ехать не стоит, да? Один человек или, там, допустим, семейная пара, да, без ребенка. Без ребенка, да? Может быть, меньше. Да. Ну, я не скажу, что мы тут... Сильно шикуем. А как с ребенком переезжать? Лучше, чтобы один кто-то поехал в начале или сразу нужно все вместе переезжать? Как вы посоветуете? Сразу с ребенком переезжать, ну... Будь готовым к тому, что, значит, один сидит дома с ребенком, второй работает. Либо вы оба устраиваетесь на работу, нет такого понятия, как продленка, да? То есть, когда мама с папой работают, потом возвращаются домой, забирают ребеночка, они идут вместе домой. Нужно быть готовым к тому, что вашего ребенка будет большую часть времени воспитывать няня-филипинка. Услуги филипинки стоят 35 дирхам в час. То есть, можно спокойно посчитать, сколько это будет вам выходить в месяц и в неделю. Ну, опять же, вот, няня-филипинка, да, ребенок должен с ней как-то общаться, а общаться он должен на английском. И очень редко какой ребенок может приехать сюда и уже говорить на английском. Обычно ребенок должен походить в школу несколько месяцев, чтобы начать нормально общаться. Соответственно, вот, Юля пойдет на работу тогда, когда у нас ребенок начнет говорить по-английски нормально. Мы сможем расслаблять с ней. Ну, нашему ребенку 5 лет, и он хотя бы по-русски нам может сказать, что случилось, да? Но если вашему ребенку 2 года, 3, и он даже с трудом еще изнесняется по-русски, то, наверное, какое-то время он придется сидеть дома и рассчитывать только на зарплату мужа. Соответственно, зарплата должна быть такая, чтобы удовлетворяла потребности. Ну, вот, вот, каждый сам решает, что по бюджету. Услуги няни стоят вот столько. Куда вы школу выбирали? Что вообще? Куда попали? Школу мы выбирали... Вообще, как бы, мы начали поздно. Вот, все люди начинают поступление в школу организовывать где-то в январе. В январе, в декабре начинается... Это те, которые здесь уже находятся. Вот. У нас ребенок приехал в июле. В июле, да, в июле, 1 июля. Все, практически, школы уже на Вейглесте. Вот. Вообще, разбор школ, как бы, вот, где-то от 8 тысяч дирхам в год с индийским, как бы, абсолютным, значит... Образованием. Не образованием. Даже если у них американская или английская система, то, если она... Чем дешевле, тем больше, соответственно, как бы, филиппинско-индуско-пакистанского состава. Чем дороже школа, куда ходят уже такие, как бы, американско-английские экспаты. Это уже, там, до 70 тысяч дирхам в год. Соответственно, чем ближе, там, к нижней границе, тем больше школы забиваются. Вот. И когда мы... Наш школ, у нас бюджет около 20 тысяч дирхам в год. Еще такая особенность, что чем старше ребенок, тем выше стоимость обучения. В общем, да, как бы, потом вот эта та же самая школа будет стоить в полтора-два раза дороже. А школу сменить можно или... Можно. Да. Ушел в одну школу. Нет, можно, пожалуйста, можете менять школу. Но у вас не русская школа, да? Да. Потому что я слышала, что в Дубае есть еще и русская школа. В Дубае есть русская школа, в жизни там был. Да, русская школа на границе с Шаржей. В принципе, нормальный вариант, как бы, для тех, кто хочет адаптироваться. Первый год с ребенком, тоже английский будет дать. Единственное, что нужно жить в Шаржей, потому что вообще жилье, как бы, должно от ребенка, как бы... Исказывать. На работу вы доберетесь, да, ребенок, если он полтора часа трясется в школьном автобусе, это никому не нужно. Да, оставьте иллюзию, что школа и двор, и дом, как вот у нас, да, мы ходили все в школу, которая была недалеко от дома. В Дубае такого не будет. Сидеть и ездят на... Школу найти трудно. Сидеть и ездят на... Если мы попали в школу, вот, практически уже было лето. И счастливы. То есть не стали мы испытывать судьбу, записываться в другие школы на регистрацию. Кстати, каждая регистрация стоит тоже денег. Да, 500 дирхам, и она не гарантирует ничего. Это просто ваше желание попасть в эту школу. Дальше школа будет сама решать. Даже если ваш ребенок не проходит тест, 500 дирхам вам не возвращается. То есть если вы хотите попасть в несколько школ, подавайте заявки. Каждая заявка будет стоить 500 дирхам, но она вам ничего не гарантирует. Ну, все равно попасть можно, как бы, потом. Есть еще шанс такой, что к началу учебного года люди, которые зарегистрировались в нескольких школах, выбирают из них одну получше себе, или куда они там действительно попали. И в других места освобождаются. Вот. Мы, поскольку были места вот в Жабалали практически, да, мы туда ребенка отправили, а школа имеет хорошие отзывы. Я переписывался, и мы решили, что будем жить теперь в GLT. Ну, или в Дубай, чтобы поближе ребенок ездить. Потому что что такое Жабалали? Это просто пустыня, industrial area. Там ничего нет. И вчера мы с Машей приехали в Батута. Это тоже такой мол, который находится в пустыне. Мы вышли, ребенок глянулся и сказал, о, мама, посмотри, в этой пустыне стоит моя школа. Ну, это не так. На самом деле, вокруг довольно-таки очень прикольный район. Называется Green Community. Одни виллы, значит, которые стоят больших денег для съема. Вот. А просто по бюджету рядом это GLT скорее. Мы не можем себе позволить снять виллу. Если бы у нас была здесь вся семья, там, сестра, мама, там, еще кто-нибудь, мы могли бы, наверное, это сделать. А какие вот столько минусов вы назвали сейчас в Дубай? Плюсы каких в Дубай? Плюсы? Я, на самом деле, мы не собираемся возвращаться. Качество жизни гораздо лучше. Несмотря на это вот и Жарова, и много культурный состав. И, во-первых, качество жизни лучше, я бы сказал. Я себя чувствую здоровее. Бизнес более активный. Мне кажется, что карьеру сделать можно... Можно... Ну, не проще, но быстрее точно. Быстрее, да. И начать собственный бизнес, да, мне кажется. Никаких, собственно, государство не строит препонов. Взяток здесь не берут. То есть, ну, бизнес более прозрачен и как бы активен. Вообще, это большое испытание. Стресс для любой... Для... Для человека это понятно, но вообще для семьи переезд в другую страну. В принципе, я бы даже хотел, чтобы вся моя семья сюда переехала. И мы бы начали здесь жить. Почему бы и нет? Я думаю, что это... Питер хороший город. Это когда-то случилось. Да. Питер хороший город. Я очень люблю, как бы, да, но... Все-таки жить лучше здесь. Это правда. Ну, здорово. Спасибо огромное, что вы поделились своим личным опытом. Очень много полезного и нужного вы рассказали тем людям, кто будет смотреть это видео. Как вот... Вот есть люди, может быть, кто-то хотят с вами познакомиться. Как-то можно с вами связаться, как-то найти вас, пообщаться с вами? Да, пишите ВКонтакте. ВКонтакте? Да. Классно. Спасибо огромное. Всем удачи, спасибо. Будьте счастливы независимо от того, где вы живете. Это очень важно. Спасибо. Да, везде важен позитив, я считаю, как бы. В любом городе. Вот. Не стоит думать, что сейчас кто-то переедет в Дубай, и будут здесь золотые горы, и Феррари, и Пентхаус сразу. Это обычный город. В принципе, в долгосрочной перспективе здесь лучше. Вот. Но есть, конечно, и свои минусы, и трудности, которые надо преодолевать. Надо, чтобы руки не опускались. Все будет хорошо в конце. С вами был проект Индубай. Анна, Женя и Юля. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите в комментариях, либо добавляйтесь в друзья к нам. Координаты вы можете найти в комментариях под этим видео, или в описании под этим видео. Это будет, наверное, правильнее сказать. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал Индубай, и смотрите наши новые видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok